так здравствуйте всем добрый день и у нас с вами сейчас будет занятие по математике меня зовут екатерина сергеевна и собственно в этом году я буду с вами заниматься математикой так ну что ж я думаю что давайте сразу пробежимся по форме значит как у нас проходит занятие у нас идет какой-то небольшой кусочек теории потом обычно по этому кусочку идут задачи соответственно задача обычно в таком формате что можно в чат написать на них ответ ну и я буду на этом акцентировать внимание что вот внимание на задача пишем чат какой у вас ответ получился потом мы сравниваем какие у вас были ответы смотрим как было правильно решать ну и дальше двигаемся дальше соответственно если у вас есть какие-то вопросы то пишите в чат я буду чат смотреть буду на эти вопросы отвечать так прекрасно давайте начинать я думаю что более-менее все понятно по сути и итак первая наша с вами тема на сегодня это делимость чисел и начнем мы с того что поговорим о том что такое делители и кратны ну наверное все мы понимаем что если у вас есть 20 яблок то 20 яблок можно поровну разделить между четырьмя ребятами когда у нас каждый получит по 5 яблок а если нужно не разрезая разделить 20 яблок между шестью ребятами там у нас не получится разделить их поровну у нас каждый получит по 3 яблока еще два яблока осталось соответственно когда у нас происходит такая ситуация мы говорим что число 4 является делителем числа 20 а число 6 не является делителем числа 20 то есть у нас по определению всегда делителем натурального числа а называть натуральное число на которое а делится без остатка и давайте я сразу на всякий случай уточню потому что в разных странах бывает по-разному и в разных культурах бывает по-разному что мы всегда говорим что у нас натуральное число это число больше нуля то есть мы считаем что у нас натуральные числа начинаются с единицы 1 2 3 4 и так далее вот ну соответственно допустим число 12 имеет у нас 6 делителей 1 2 3 4 6 и 12 например число 20 у него будут делители 1 2 4 5 10 и само число 20 и такое замечание что единицы у нас всегда будет являться делителем любого натурального числа то что любое число делится на 1 далее что такое кратное допустим у нас на столе лежит пачки лежат пачки и в каждой пачке лежит по 8 печенье тогда не раскрывая пачек мы можем взять 8 16 24 печенье а допустим 18 печенье взять не может соответственно в такой ситуации мы видим что почему так происходит потому что число 8 16 24 делится на 8 а число 18 не делится на 8 тогда мы говорим что 8 16 24 кратное число 8 а число 18 не кратное число 8 и так по определению кратным натурального числа а называть натуральное число которое делится без остатка на а то есть по сути у нас понятие делитель и кратное это противоположное между собой понять да то есть если у меня число 3 допустим это делитель числа 24 то число 24 кратное чути и просто до наоборот и мы замечали что у нас единица является делителем любого натурального числа но в принципе понятно что у любого натуральная числа конечно я как минимум число делителями дос take a doctor ну потому что как минимум любое натуральное число делится только на те числа которые меньше чем она сама то есть не может у нас допустим что 10 разделиться на число 20. Вот с кратными тут наоборот. Любое число будет иметь бесконечно много кратных. Ну, потому что, допустим, если мы взяли число 8, то кратные 8 будут 8, 16, 24, 32, 40 и так далее. Мы можем каждый раз прибавлять по 8 и каждый раз получим кратные. И, естественно, среди всех этих кратных нет никакого наибольшего, потому что они могут сколь угодно большими быть. Но у них всегда есть наименьшее. Ну, и наименьшим из всех кратных натурального числа это всегда будет само это число являться. Хорошо. Так, значит, когда мы говорим про кратное и кратное, то обращайте внимание на то, какие вы используете падежи. То есть, когда у вас говорится, что число 15 кратно числу 3, то, значит, да, у нас вопрос кратно какому числу. Если мы говорим, что у нас число является кратным какого-то числа, то вопрос какого числа, да? То есть, получается, кратно числу 3, кратно е числа 3. Ну, то есть, 15 кратно числу 3 и 15 кратно е числа 3. Разные падежи, да, ведь. Ну, это так просто. И что касается слова делитель, тут тоже такая же ситуация. А, нет, здесь не такая же ситуация, здесь наоборот. У нас всегда получается, что число 6 – это делитель числа 30. И, допустим, делители 11, то есть, делители числа 11 – это числа 1 и 11. Ну, и, соответственно, слова делятся и кратно, они заменяют друг друга. Ну, если вы не особо знаете русский, ну, как-то пытайтесь его слушать. Что я вам могу посоветовать? У нас занятия на русском языке. Ну, может быть, постепенно как-то втянетесь. Так, хорошо. Давайте сейчас проверим следующую замечательную информацию. Что каждая из данных чисел – это математика. 6, 28 и 496 – равно сумме всех его делителей, не считая самого этого числа. Давайте для того, чтобы это проверить, найдем все делители числа 6. Ну, тут, наверное, не очень сложно. Давайте я найду все сама делители числа 6. Какие есть у нас делители у числа 6? У числа 6 делители. Так, 2, 1, 3, 6. Да, действительно, это 1, 2, 3 и 6. И смотрите, мы видим, что можно это число 6 представить как сумму всех его делителей, кроме, соответственно, самого числа 6. То есть 6 будет 1 плюс 2 плюс 3. Давайте теперь такой вопрос. Какие будут делители у числа 28? Ну, 9 лет. Так, 2, 4, 7, 28, 1. Вижу. Так, 1, 2, 4, 7. Это действительно делители. И еще 14. Да, вот я веду там. Ага, вот вижу 14. 14. Ну и, соответственно, 28 тоже. Если мы все делители выписываем. Можем проверить, действительно, что тогда у нас 28 – это 1 плюс 2, плюс 4, плюс 7 и плюс 14. Ну, видим, да? 1 плюс 2 – это 3, 3 плюс 4 – 7, 7 плюс 7 – 14, 7 плюс 14 – 28. Ну, и, в принципе, то же самое будет для числа 496. Тут, наверное, будет чуть посложнее найти все делители. Ну, тут, смотря какая у вас клавиатура, так оставить запятые, не поймешь. Ну, опять же, для того, чтобы искать делители любого числа, вот если у вас маленькие числа, там обычная проблема с этим не встает, да, если у нас задание найти все делители. Если там числа 6 мы легко находим, ну, что оно делится, просто можно перебрать все числа, которые меньше, чем 6, ну, и, соответственно, все делители найдутся. Допустим, число 496, как у него искать? Ну, наверное, понятно, что оно делится на 2. Во-первых, у него точно есть делитель 1, точно есть делитель 2. Дальше, соответственно, мы можем, на самом деле, делителя разбивать на пары. Каким образом? Ну, мы, наверное, догадываемся, что, чтобы получить число 496, делитель 1 надо умножить на 496. Соответственно, что соответствует делителю 2? Ну, то, что получится, если 496 разделить на 2, то есть 248 все-таки, а не 4. Потому что, если вы 244 умножите на 2, у вас получится 488. Хорошо. Дальше нужно посмотреть, какие еще у этого числа есть делители. Так, ну, предлагали 4. Давайте проверим, у нас 496 делится на 4 или нет. Можно, например, столбиком поделить, посмотреть, делится или нет. Мне кажется, что делится 1, минус 4, 9, 2, минус 8, 16, 4. Ну, действительно делится. Значит, следующий у нас идет 4, и в паре с ним идет число 124. Еще раз, да, как мы числа в пару выставляем? Я ставлю в пару в числу то число, в произведение, с которым она нам даст у нас 496. Так, ну, и следующий какой-то. Так, 6 не подходит, 3 не подходит. Но на самом деле можно 3 проверить, оно не подходит, значит, и 6 не подходит. Если на 3 не делится, то и на 6 не делится. Ну, следующие варианты, допустим, 7 или 8, 7 не подойдет, потому что 49 делится на 7, а 6 не делится. Значит, например, 8. Думаете, что 3 подходит? Нет, 3 не подходит, потому что у нас 96 точно делится на 3, а 4 точно не делится на 3. Вот 8, наверное, подойдет. Давайте поделим на 8. Вот так, 496 на 8. 5 минус 40, нет, 6 минус 48, и, соответственно, 16 остается 2. Значит, у нас 8 идет вместе с числом 62. В принципе, дальше мы должны, наверное, еще перебирать числа и смотреть, что-то у нас подойдет или нет. На самом деле, дальше 16 подойдет. То есть вот здесь вот еще у нас должно быть 16, и вместе с числом 16 в паре стоит 3, 31. Значит, дальше, по идее, мы должны перебирать числа, там, типа 17, 18, 19, 20 и так далее, и смотреть, делится на них или нет, до какого момента перебирать. Понятно, что мы не хотим перебирать все числа, которые меньше, чем 496. Но мы можем заметить, что если мы рассматриваем числа парами, то у нас всегда первое число в паре увеличивается, да, вот был 1, 2, 4, 8, 16. А второе число всегда уменьшается. 4, 6, 9, 4, 8, 4, 6, 2, 3, 1. Да, вы все верно пишите, мы потом об этом чуть-чуть подробнее поговорим, проявляемся на 3. И, соответственно, допустим, если мы возьмем уже числа типа 20, 21, 22, ну, уровень 22, ну, увидим, что у нас второе число будет начну становиться больше, чем первое. Ну, допустим, да, если я на 22 попробую поделить, у меня пойдет 2, минус 4, 56, это опять 2, минус 44. Ну, видно, что не делится, но уже когда мы по первому, по перебору, по первому числу дойдем до 22, то увидим, что у нас ничего не получится. Соответственно, дальше можно уже не перебирать, потому что дальше, по сути, у нас перебор будет точно такой же. То есть у нас уже второе число как бы станет первым, а все эти случаи мы перебирали. Ну, и можно тоже убедиться, что в данном случае у нас получится, что все делители, которые мы выписали, они в сумме дадут тоже число 496, если мы их сложим. 1, 2, 4, 8, 16, 30, 20, 24, 20, 48. Так, да, 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 все, уже все все поняли, что вы там обсуждали. Вот действительно, здесь у нас все делители, которые могут быть, да, и действительно, это число не делится на 3. Хорошо, значит, такие числа, которые у нас здесь представлены, то есть числа, которые равны сумме всех своих делителей, кроме самого этого числа, называются совершенным числом. Ну, самое маленькое из совершенных чисел, это, собственно, число 6, следующее за ним число 28, но 496 тоже является совершенным числом. Ну, на данный момент вопрос о том, вообще, конечно ли число совершенных чисел, он не решен. И, в принципе, самое большое, известное на данный момент совершенное число, оно со временем все время увеличивается, то есть открывается больше, больше и больше совершенное число. А почему нет ответа, да, на вопрос, там, какое из них самое большое, вообще ограниченных качеств или нет? Потому что, ну, нет пока никакой формулы, по которой все эти совершенные числа можно найти. Все это является одним из открытых вопросов математики. В принципе, даже вот на таком уровне, да, достаточно простом, казалось бы, просто определив, что такое делители числа, мы сталкиваемся с тем, что есть какие-то в математике нерешенные вопросы, которые по сей день существуют. Так, ну что ж, я надеюсь, что, в общем, с этим мы все поняли. Как находить все делители числа, в принципе, более-менее показали. До какого места осуществлять перебор, да, желательно упорядочить числа в пару, где первое число меньше второго, и, соответственно, в пару мы ставим числа, которые в произведении дают само число. И перебирать надо, на самом деле, по первому числу до тех пор, пока у вас второе число не станет меньше первого. Вот. Хорошо, давайте дальше двигаться. Естественно, для того, чтобы искать делители числа, мы не хотим каждый раз сидеть и перебирать все возможные числа и на все на них подряд делить. Поэтому для того, чтобы не заниматься этим, есть как раз-таки специально обученные признаки делимости, которые нам, в принципе, помогают сразу сказать, делится у нас число на что-то или не делится. Ну, давайте начнем с признаков делимости на 10, на 5 и на 2. Они, в общем, не самые сложные. Ну, я думаю, что мы понимаем, что всякое натуральное число, у которого запись оканчивается цифрой 0, делится без остатка на 0. Соответственно, делится без остатка на 10. Соответственно, чтобы получить частное, нужно отбросить просто эту цифру 0 и получим частное. Ну, например, 280 делится без остатка на 10, и, соответственно, 280 разделить на 10 – это будет равно 28. Если же у нас число не оканчивается цифрой 0, а оканчивается какой-то другой цифрой, допустим, 283, то когда мы хотим поделить его на 10, то мы получим неполную частную 28 и остаток 3. То есть остатком будет последняя цифра в записи этого числа. Соответственно, если у нас последняя цифра в записи натурального числа не 0, то это число не делится без остатка на 10. Если это 0, то оно делится без остатка на 10. И обратите внимание, значит, да, что остаток при делении на 10 всегда будет равен последней цифре этого числа. Эта информация, она вообще довольно полезна, потому что в некоторых задачах, когда нас просят, допустим, найти последнюю цифру какого-нибудь числа, то вместо того, чтобы рассматривать все это число и что-то с ним делать, мы можем всегда поделить это число на 10 и рассматривать именно остаток этого числа при делении на 10. Ну, например, часто такая операция используется не только в математике, но и в программировании, как раз-таки, когда нужно выделить именно последнюю цифру числа. Тогда берут число, делят его на 10, находят остаток и говорят, что это и есть последняя цифра. Далее, что касается признаков делимости на 2 и на 5. Значит, мы понимаем, что само число 10, если мы на него посмотрим, то это 2 умножить на 5. Поэтому понятно, что если число оканчивается цифрой 0, раз оно делится на 10, значит, оно делится и на 2, и на 5. Хорошо. Ну, например, если мы возьмем число 60, то 60 это у нас можно представить как 6 умножить на 10. Ну, соответственно, это 6 на 2 на 5 или 6 на 5 на 2, то есть 12 на 5, 30 на 2. Ну, видно, что оно делится и на 5, и на 2. Ну, и вообще, если у нас, в принципе, число делится на какое-то другое, а то, в свою очередь, делится на какие-то более, ну, меньшие числа, то есть ходное число тоже делится на эти меньшие числа. Да, то есть если 60 делится на 10, а 10 делится на 2, то 60 делится на 2. В принципе, так всегда работает. Дальше. Мы понимаем, наверное, что у нас есть такое разложение числа, как сумма полных десятков этого числа и его единиц. Как мы можем любое число представить? Допустим, 246, 940 плюс 6. 1435, это 1430 плюс 5. Мы только что скажем, что полные десятки всегда делятся на 5, ну, потому что, да, 10 делятся на 5. А тогда мы получаем, что все наше число будет делиться на 5, тогда и только тогда, когда на 5 делится число единиц нашего числа. Ну, это возможно, когда у нас в разряде единиц стоит либо цифра 0, а 0, если что, у нас делится вообще на любое число. То есть у нас по определению 0 всегда делится на любое другое число, ну, кроме нуля, естественно, на любое натуральное. Либо если у нас стоит в разряде единиц цифра 5, потому что 5 делится на 5, а, допустим, там 3, 4, 6, 7 не делится на 5. Ну, отсюда мы сразу получаем признак делимости на 5. Прекрасный признак. Если число оканчивается на 0 или на 5, то оно делится на 5. Ну, я думаю, тоже с этим все понятно. Ну, и остается с цифрой 2, с числом 2. Тут, в принципе, все то же самое. Давайте мы сразу обозначим, что у нас по определению числа, которые делятся на 2 без остатка, называются учетными, и числа, которые не делятся на 2 без остатка, то есть при делении на 2 дает остаток 1, называются нечетными. И если мы рассмотрим все однозначные числа, а это именно числа от 0 до 9, то мы понимаем, что 0, 2, 4, 6, 8 – это четные числа, а 1, 3, 5, 7, 9 – это нечетные числа. В соответствии с этим и цифры, которые соответствуют этим числам, то есть 0, 2, 4, 6, 8 – называют четными, а, соответственно, цифры 1, 3, 5, 7, 9 – нечетные. Было бы очень мило с вашей стороны, наверное, не засорять все-таки чат. Итак, признак делимости на 2 у нас следующий. Если запись натурального числа оканчивается четной цифрой, то это число четное. Если запись оканчивается нечетной цифрой, то это число нечетное. То есть давайте резюмируем. Чем у нас схожи все признаки делимости на 2, на 5 и на 10? Все эти признаки делимости смотрят только на последнюю цифру числа. То есть если последняя цифра числа 0, число делится на 10, если 0 или 5 делится на 5, если четное, делится на 2. Если, соответственно, не выполнено это условие, то не делится. Все довольно просто. Итак, давайте посмотрим на числа, которые у нас здесь представлены, и выберем из них те, которые делятся на 100. Вот у нас есть числа 200, 320, 3000, 50, 861, 76, 540. Как вы думаете, какие из них делятся на 100? Напишите, пожалуйста. Так, ну что, у нас есть версии 3000, 200, вижу 320, 50 тысяч. Так, смотрим, какие еще есть версии. Так, это мы все выписали. Думайте, 7, 6540 тоже нам. Ну, хорошо. Давайте разбираться, какие же из них действительно делятся на 100. Ну, вот если мы возьмем число 320, например, и попробуем поделить его на 100, то что у нас получится? У нас получится 3, и когда мы вычтем здесь 300, то останется 20. То есть получится, соответственно, 3 и 20 в остатке. То есть получается, что не делится. То же самое с числом 76540. Если мы его поделим на 100, у нас получится 765, соответственно, минус 700, минус 600, минус 500. и останется 40 в остатке. То есть тоже не делится. То есть вот эти два числа, 7676,540 и 320, они на самом деле не подходят. Соответственно, смотрите, как понять, какие числа делятся на 100, а какие нет? Ну, тут, в общем, признак делимости это ровно такое же, как на 10. Но только у нас у числа 10 1,0 в конце, числа 100, 2,0 в конце. Значит, когда число будет делиться на 100? Что будет делиться на 100? Ровно тогда, когда у него в конце будет находиться 2,0. Если последние два цифра это 2,0, допустим, как у числа 200, 3000, 50 тысяч, то число будет делиться на 100. Если последние две цифры это не 2,0, как у числа 320, 761 и 76540, то оно не будет делиться на 100. И при этом, на самом деле, выполняется точно такое же условие, как определимости на 10, что если вам нужно определить, какие будут две последние цифры вашего числа, то вы можете посмотреть остаток определения на 100. То есть видим, в данном случае у нас остаток определения на 100 получился 20. Почему? Потому что 20 это две последние цифры этого числа. Здесь получилось 40, потому что 40 это две последние цифры этого числа. Если мы 861 поделим, то получится остаток 61. Ну и по аналогии, я думаю, понятно, что у нас будет с делимостью на 1000. Там логика точно такая же, только теперь у нас в 1000 3,0, поэтому надо, чтобы в конце у числа было 3,0. Ну и да, вот мы поняли, что число 3000 поделится и 50,000 поделится, потому что у них по 3,0 в конце. Все остальные не поделятся, потому что у них не 3,0 в конце. И опять же, точно такое же правило, что остаток определения на 1000 это будет три последние цифры числа. Ну и в принципе, мы можем заметить следующее, что так будет вообще с любым числом, которое имеет вид, один и сколько-то нулей. То есть, признак делимости на все такие числа одинаковые, чтобы у вас какое-то произвольное число делилось на число 1 и вот здесь стоит, допустим, N нулей, то тогда нужно, чтобы у самого числа тоже в конце стояло N нулей. Тогда оно поделится. если нет, то не поделится. Так, ну чего, смотрим. Ну, я так понимаю, что, по сути, вопросов пока нет. значит, более-менее должно быть все понятно. Хорошо, давайте двигаться дальше тогда. Все понятно, прекрасно. Собственно, признаки делимости на 9 и на 3. Тоже очень удобные признаки делимости, очень хорошо помогают. Урок начался в 12 часов по Москве. Узнаем, давайте, не выполняем деление в прямую, можно ли разложить 846 яиц в 9 корзин по ровну. Как нам это выяснить, не выполняя деление? Ну, мы можем посмотреть на число 246 и заметить, что оно содержит 8 сотен, 4 десятка и 6 единиц. То есть, можем разложить его по разряду. Если мы будем раскладывать поровну в 9 корзин одну сотню яиц, то в каждую корзину можно положить 11 яиц и одно яйцо останется. Потому что, если мы возьмем 99 яиц, то как раз по 11 разложим в 9 корзин и вот одно из 100 остается. То есть, получается, что если у нас сотен 8, значит, от 8 сотен останется 8 яиц. Дальше, если мы раскладываем поровну в 9 корзин десяток яиц, то у нас также идет вот каждую корзину по одному яйцу и одно остается. Значит, соответственно, от 4 десятков останется 4 яйца. И неразложенными у нас останутся соответственно, сколько? 8 яиц, которые остались от сотен, 4 от десятков и еще 6, которые были в разряде единиц. складываем эти числа 8 плюс 4 плюс 6, получаем соответственно 18 и замечаем следующее, что наше число 18. Это что такое? Это сумма цифр числа 846. Мы уже на данный момент разложили все по корзинам, кроме вот этих оставшихся 18 яиц. Поскольку эти 18 яиц можно разложить по корзинам, так как 18 делится на 9, то значит и все исходное количество яиц тоже можно было разложить по корзинам. Соответственно, здесь мы по сути сейчас доказали признак делимости на 9. Мы его сейчас сформулируем, а то, что мы здесь провели, это является доказательством. По сути, потому что мы показали следующее, что какое бы у вас не было число. Вы можете всегда разложить его по разрядам, и у вас там, я не знаю, допустим, будет какое-то число, 52348. Если вы проверяете делимость на 9, то тогда соответственно, вот у вас есть разряд единиц, хорошо, дальше есть разряд десятков. А по разряд десятков мы знаем следующее, что в числе 10 содержится девятка и еще остается единица. Поэтому разряд десятков, когда мы проверяем делимость, мы эту единицу, которая как бы осталась, умножаем на 4. Дальше у нас идет разряд сотен. В разряде сотен содержится число 99, которое делится на 9, и остается единица. Поэтому мы умножаем 1 на 3. Дальше в разряд тысяч содержится число 999, остается единица. поскольку тысяч 2 умножаем от единицы на 2 и так далее то есть каждый раз каждая следующая цифра тоже в вопросе поделимость по сути вносит такой же вклад как если бы она просто стояла в разряде единиц они в разряде своих тысяч потому что всегда число вида 99999 ну понятное дело делится на 9 мы надеюсь что уж мы более морMic понятно теперь собственную формулировку pandemic я думаю понятно если у вас сумма цифр числа делится на 9 то соответствие само число делится на 9 если сумма цифра числа не делится на 9 то сама числа не делится на 9 на самом деле более того мы доказали сейчас не просто это утверждение мы доказали следующего утверждение по большому счету что не просто если сумма числа, сумма цифр делится на 9, то есть само число делится на 9. А еще и выполняется следующее, что остаток определений на 9 самого числа будет равен остатку суммы цифр определения на 9 этого числа. Почему, да? Потому что мы показывали, что можно разложить все числа вида 9, 99, 999 и так далее, и каждый раз у нас оставалось количество, равное просто количеству десятков, единиц, сотен и так далее. Но так в конце мы это все складываем, соответственно, раскладываем оставшиеся, значит, остаток исходного будет равен именно остатку этой суммы цифр. То есть, в общем, доказывается точно так же. Ну и, в общем, то же самое у нас будет с признаком делимости на 3. Ровно точно такое же доказательство. Оно основано точно на том же, что число вида 9, 99, 999 делится на 3. Ну, соответственно, получаем, что если сумма цифр числа делится на 3, то и само число делится на 3. Если сумма цифр числа не делится на 3, то и само число не делится на 3. И то же самое верно про остаток. То есть, если вам в задаче нужно найти остаток у какого-то большого числа определений на 3, то вы можете ничего не делить, а посчитать сумму цифр и найти у нее остаток. Ну, то есть, допустим, да, у нас будет задача, например, найти остаток определений на 9 у вот этого числа, 51 634. Вместо того, чтобы брать это число и делить это на 9, что мы сделаем? Ну, посчитаем у него сумму цифр. Вот мы тут уже посчитали сумму цифр, у него 19. На самом деле, если я совсем ленивая, и мне не хочется даже у числа 19 считать, я могу посчитать 1 плюс 9, получить 10, а потом посчитать 1 плюс 0 и получить 1. Тогда я сразу получаю, что остаток у этого числа в определении на 9 будет единица. То есть, смотрите, да, если у вас число совсем большое, вы посчитали его сумму цифр, у вас все еще получит большое число, вы можете у суммы цифр еще раз посчитать сумму цифр. Ну и так далее, пока у вас не получится какое-то маленькое число. В принципе, так всегда можно дойти до однозначного числа. Ну и то однозначное число, которое у вас в конце останется, это и будет всегда остаток определений на 9. Ну вот. Ну, я думаю, что, в общем, более-менее понятненько. Тогда такая задача. Какие цифры можно поставить вместо звездочек в следующей записи, допустим, 4,6 звездочка, чтобы получившиеся... А, там сначала 2 звездочка 5. Чтобы получившиеся числа, соответственно, делились на 3. Ну, давайте сначала рассматриваем число 2 звездочка 5. Вот вопрос, какие цифры можно поставить вместо звездочки сюда. Так, ну, вижу двоечку, да, предлагается, 225. Так, записываем двоечку. Можно ли еще какую-нибудь цифру сюда поставить, кроме двойки, чтобы тоже это число делилось, соответственно, на 9? Думаете, единицу нужно? Давайте единицу запишем. Так, 255. Хорошо, записываем 5. Ну, что-то у нас прям вся в версии есть и 4, есть и 3, и 8, я вижу. Давайте разбираться. Значит, нам нужно, чтобы это число делилось на 3. Значит, сумма его цифр должна делиться на 3. То есть 2 плюс звездочка плюс 5 должно делиться на 3. А, к слову сказать, если вам нужно записать, да, что у вас одно число делится на другое, то для этого используйте вот такой вот значок. Вот этот значок означает, по сути, слово делится. То есть это как обычный знак деления, только не две точки, а три точки. Итак, вот это должно делиться на 3. То есть 7 плюс звездочка должно делиться на 3. Ну, смотрим. Если мы подставим 2, получится 7 плюс 2, 9. 9 делится на 3, делится. Отлично, подходит. Если мы подставим 1, 7 плюс 1, 8. 8 не делится на 3, значит, 1 не подходит. 5. 7 плюс 5, 12 делится. Хорошо. 4. 7 плюс 4, 11 не делится на 3. 7 плюс 3, 10 тоже не делится. 7 плюс 8, 15. Еще 13 минут будет урок отец. И вообще, посмотрите, на самом деле, как можно было сразу понять, какие цифры нам подойдут, если вы нашли хотя бы одну цифру. Допустим, вы поняли, что цифра 2 подходит. Как понять? Ну, смотрите, если цифра 2 подходит, то остальные цифры, которые подходят, они должны так же, как и цифра 2, давать то, что сумма цифр поделится на 3. Ну, тогда, наверное, они от нее должны на 3 отличаться. То есть 5 – это что такое? Это 2 плюс 3. Ну, а, собственно, 8 – это 5 плюс 3. Если мы одну цифру нашли, мы можем просто к ней прибавлять 3, вычитать из нее 3, найдем все остальные. Ну, давайте по такой же логике посмотрим, что можно поставить в число 4, 6. Какие цифры туда? Так, 4, 63, 4, 62, вижу, 5, 8. Так, давайте, буду записывать насчет 2, 5, 8, вижу. Вижу 6, 3. 2, 5. Если вы хотите обозначить, что не делится, то вы такой же рисуете значок, только зачеркнутый. Вот, причем именно с верхнего правого угла в нижний левый. То есть, допустим, если я хочу написать, что на 20 не делится на 3, то это вот так записывается. Так, ну, у нас тут все возможные вариации опять. Окей, давайте еще разок, значит. Что-то у нас как-то прям тяженько. Значит, у вас вот это число должно делиться на 3. Значит, 4 плюс 6 плюс звездочка должно делиться на 3. То есть, 10 плюс звездочка должно делиться на 3. Ну, да, на самом деле, 2, 5, 8 – это правильно, опять. Потому что если мы проверим, 12 делится на 3, 15 делится на 3, 18 делится на 3, 16 не делится, 13 не делится, 19 не делится. Ну, на самом деле, те же самые 2, 5, 8 – у нас подход. В принципе, вы можете делать, если вам, ну, да, как-то непонятно или сложно, вы можете подставить все возможные цифры, которые у вас есть, от 0 до 9, посчитать сумму цифр в каждом случае, посмотреть, делится на 3 или не делится. Ну, типа, подставили 0, получилось 460, 4 плюс 6 плюс 0 – 10. Ну, хорошо, 10, наверное, уж не делится на 3. Там 461, 11 не делится на 3, 462, 12 делится, ну и так далее. Но вообще, конечно, проще, если вы нашли одну цифру, да, уже, как я говорила, то все остальные из нее получатся вычитанием или прибавлением 3. Если вы поняли, что, допустим, двойка подходит, то 5 и 8 подойдут, а остальные точно не подойдут, их можно не проверять тоже. Так, сейчас дать я почищу. Ну и последнее, я надеюсь, что к этому моменту мы уже все поняли, что сюда можно подставить, чтобы у нас делилось. Так, 1,4,7 вижу, 1,4,7, 1,4,7, почти у всех 1,4,7. Ну, еще мелькает число 2, но смотрите, да, все-таки 1, если мы подставим, он подходит, потому что 1 плюс 1 плюс 4 – это 6. Тогда дальше, ну, действительно, нам подойдет только 4,7, потому что они прибавлением тройки получаются. А с двойкой не делится, потому что 214 дает вам сумму цифр 2 плюс 1 плюс 4 – это 7. А 7 на 3 не делится. Так, ну, я надеюсь, что более-менее понятно. Так, если вы насчет вообще в принципе в перспективе, то когда-нибудь какой-нибудь тест будет. Сегодня конкретно никакого теста у нас пока не будет. Так, следующая тема, про которую я хочу сегодня поговорить – это простые составные числа. Если мы с вами рассмотрим число 7, то число 7 делится только на единицу и на само себя. То есть мы можем сказать, что число 7 имеет ровно 2 делителя. Это, собственно, 1 и 7. Если мы с вами рассмотрим, допустим, число 9, то число 9 будет 3 делителя. Это число 1, число 3, число 9. Ну, например, число 18 у него будет 6 делителей. 1, 2, 3, 6, 9 и 18. Так вот такие числа, как 9 и 18, они называются составными, а такие числа, как 7, простыми. То есть по определению натуральное число называется простым, если оно имеет ровно 2 делителя – единицу и само это число. И натуральное число называется составным, если оно имеет более 2 делителей. При этом заметим, что у нас единица, само число единица. Оно имеет ровно 1 делитель, то есть единичку. И поэтому оно не является ни простым, ни составным. То есть оно не такое, не такое. Ну, если мы хотим посмотреть на первые, допустим, 10 простых чисел, то это будет 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ну, вообще, по-хорошему, наверное, неплохо бы представлять себе простые числа где-то там в пределах первых 50, а еще лучше в пределах первых 100, как они примерно выглядят. В будущем это вам поможет. Да, на всякий случай я, если что, вижу, что тут есть опция поднимать руку и нажимать на огонечек. И напоминаю, что если вы хотите что-то спросить, допустим, да, то не надо жать на руку или на огонечек, надо просто в чат написать. Я увижу, что в чат написали, и отвечу вам. Вот, если вам просто нравится жать на огонечек, ну, прекрасно, мне не жалко. Я тем самым понимаю, что вы меня слушаете, это в целом не так плохо. Так, значит, вернемся к нашим простым составным числам. Если вы не видите презентацию, но слышите меня, скорее всего, у вас проблемы. Если вы меня еще не слышите, то у вас тем более проблемы. Обычно в такой ситуации надо перезайти, то есть выключить, ну, отключиться, короче, от конференции и потом зайти заново. Да, я тоже думаю, что там... В общем-то, если у вас какие-то проблемы, то, скорее всего, это у вас проблемы. Про дроби, да, мы будем говорить, но попозже. Да, на будущее всем. Если у вас какие-то проблемы, вы не видите презентацию, не слышите звук, еще что-то происходит, вы не можете написать в чат, то, скорее всего, надо просто перезайти, перед подключиться конференцией. Потому что если у меня будут проблемы, то я тоже перезайду. Можно на отношения, на какое отношение? Видимо, какие-то задачи на отношения, я так понимаю. Отношения, пропорции, да, тоже, но тоже попозже. У нас, в общем, есть некоторая программа, по которой мы занимаемся, в том числе, там будут и дроби, и отношения, и пропорции, но через некоторое время. Да, я понимаю, что кто-то это все уже проходил, кто-то не проходил, у всех разные программы, поэтому, ну, у меня есть какая-то более-менее сборная программа, по которой мы будем заниматься. Периодически так будет случаться, что, ну, может такое быть, что что-то, что мы будем обсуждать, вы уже прошли, или, наоборот, вообще еще не проходили. Ну, ничего страшного в этом нет. Если еще не проходили, слушайте. Если уже прошли, то, в принципе, тоже лучше слушайте, потому что, ну, иногда изучаем что-то чуть на более углубленном уровне, чем просто в школе. Ну, вот. Какие-то задания будем тоже разбирать, да, и с более такой близкой к чему-то там, к олимпиадной математике, чем просто в школе разбираем. Так, ну, давайте все-таки про простые составные числа. Что? Да. Рассмотрим число 78. Мы можем точно сказать, что число 78 у нас составное, потому что, кроме единички 78, оно делится, например, еще и на 2, потому что оно уж точно четное, у него последние цифры четные. Ну, если мы 78 поделим на 2, получится 39. Значит, получается, что 78 – это 2 умножить на 39. Тогда мы говорим, что число 78 разложено на множители 2 и 39. И любое составное число всегда можно разложить на 2 множителя, каждый из которых больше, чем единица. Соответственно, простое число так разложить на множители нельзя, потому что у простого числа делителя только 1 и само это число. То есть число 7, допустим, можно представить только как 1 умножить на 7. Хорошо. Такой вопрос. Как вы думаете, может ли произведение двух простых чисел быть простым числом? Ну, все думают, что нет. Это прекрасно. Потому что действительно, конечно, нет не может. Почему? Потому что если у вас есть произведение двух простых чисел, каких-то, допустим, число P и число Q, то то число, которое получилось, оно уж всяко делится, во-первых, на единицу, во-вторых, оно делится на P, а в-третьих, оно делится на Q. То есть, например, если у вас число типа 2 умножить на 3 произведение двух простых чисел, то оно делится на 2, делится на 3, делится на 1. Это уже непростое, значит, число. Если произведение даже было бы не обязательно двух различных простых чисел, а двух можно взять одинаковых простых чисел, допустим, какое-то P умножить на P, все равно не подходит, потому что это делится на единицу, это делится на P, ну и делится на само себя, то есть P умножить на P. Например, да, число 9, то есть 3 умножить на 3. Оно делится на 1, на 3 и на 9, соответственно. То есть никогда у нас на самом деле произведение двух простых чисел ни в каком случае не может быть простым числом. Ну, тогда, я думаю, понятный ответ на вопрос, может ли произведение двух простых чисел быть составным числом. Мы, в принципе, автоматически на него ответили. Понятно, что да, может, и оно всегда будет составным числом. Что касается 1 на 1, еще раз обратите внимание, что единица – это непростое и несоставное число. То есть если вы возьмете 1 умножить на 1, у вас получится снова единичка. Это не произведение двух простых чисел, не произведение двух составных, и, собственно, непростым, несоставным оно не является. Так, ну и давайте, наверное, такой же вопрос. Как вы думаете, верно ли, что все четные числа являются составными? Ну, давайте вот последний вот этот вот вопрос закончим, и тогда на этом будем заканчивать. Все правильно. Это неверно, потому что есть число 2. Само число 2, оно является четным, и при этом оно является простым. Но на самом деле, кстати, обратите внимание на следующее, что любое четное число, которое не равно числу 2, то есть любое четное число больше 2, оно обязательно будет всегда составным. Поэтому, например, если в задаче какой-то вам нужно доказать, что число составное, то частенечко бывает такое, что мы просто доказываем, что оно четное, и что оно больше 2. Вот, соответственно, тогда оно сразу автоматически получается составным, потому что оно будет 2 умножить на что-то. Так, ну что, тогда мы на сегодня на этом заканчиваем. Я надеюсь, что, в принципе, вопросов, судя по всему, ни у кого нет. Значит, все было все более-менее понятно. Все, всем спасибо за занятие, и жду вас через неделю. До свидания.